УДН теперь станет жилищной услугой. С 1 февраля собственники жилых помещений и многоквартирных домов получат новые платежки за ЖКХ. В них оплата за общедомовые нужды исчезнет. Зато повысятся тарифы за содержание ремонта дома. Чем это вызвано, разбиралась Анастасия Белова. С начала этого года ЖКХ претерпел значительные изменения. Однако жители эти изменения увидят лишь в феврале, когда получат счета ЖКХ и обнаружат в них повышенные тарифы. Чтобы платежки не стали для собственников неприятной неожиданностью, на разъяснительную беседу в РАО пригласили старость домов и представители управляющих компаний. С 1 января 2017 года структура платы за содержание жилья несколько будет изменена в платежном документе. Если это была ранее одна строка и называлась она «Содержание жилья и текущий ремонт», то теперь она будет состоять из четырех строк платежного документа. Строка останется, но ее дополнит расшифровку. Содержание жилья, денежные средства, направленные на обеспечение минимального перечня работ управляющих компаний, общедомовые нужды на содержание общего имущества многоквартирного дома. Иными словами, эта услуга перешла из разряд коммунальных в разряд жилищный в содержании жилья. На сегодняшний момент постановлением правительства утверждены нормативы на следующие виды услуг в целях содержания общего имущества. Это электрическая энергия, горячие водоснабжения и холодные водоснабжения. К вопросу об энергосбережении. Согласно постановлению правительства, исполнитель услуг может применять к собственникам повышающий коэффициент. Если ваша квартира имеет возможность технически установить индивидуальный прибор учета, но вы этого не делаете, то управляющая компания, как исполнитель услуги, имеет право применить в отношении вас повышающий коэффициент на данную услугу. Он равен 1,5. С 1 января также вводится двухкомпонентный тариф на горячую воду. Как такового повышения цены не будет, уверяет в расчетном центре. Если раньше горячая вода в квитанции присутствовала одной строкой, то с 1 января 2017 года по горячим водоснабжениям будет две строки. Компонент на теплоноситель и компонент на тепловую энергию. Изменения затронули и порядок фиксации проживающих в квартире. Если ранее эта процедура осуществлялась через полицию и миграционную службу, теперь она стала несколько проще. Делается исполнителем соответствующая отметка, после чего можно начислять запотребленные услуги в соответствии с тем количеством проживающих в квартире. Кроме того, существуют такие случаи, когда квартира пустая, в ней проживает ноль человек, а собственников может быть два или три. С 2017 года услуга будет начисляться по количеству собственников по нормативу. В платежном документе также отразится и повышение тарифов за вывоз мусора. Анастасия Белова, Елена Петрова, Николай Молоденов, Новости Муром.